Путин гораздо человечнее, чем все думают. Глупо сравнивать его с Гитлером или Сталином, я не вижу ни одного доказательства подобных утверждений. Как, по-вашему, закончится конфликт? Узнаем грядущей зимой. Лично я на месте Путина поступил бы так. Дождался первых холодов и перекрыл газ. Уверен, он так и поступит. Он хочет это контролировать? Безусловно. Заявлениями о необходимости решить проблемы технического обслуживания он сделал Западу предупреждение, а потом приостановил работу трубопроводов. Как вы считаете, он применит ядерное оружие? В случае крайней необходимости он применит тактическое. Даже если это спровоцирует Третью мировую войну? Вряд ли спровоцирует. Почему? Потому что мы не ответим? А какое нам до этого дело? Должны ли украинцы отдавать что-либо русским? Недавно я был там и брал интервью у президента Зеленского, что меня поразило. Так это то, что в Киеве все, кого я встретил, разрешители не настроены отдавать не пяти своих земель. Это понятно. Я не вправе об этом говорить, потому что я не знаю, какими могут быть предпосылки к миру, зато знаю, что разговоры о том, что русские каким-то образом могут проиграть, а мы выиграть, просто наивны. Я не понимаю саму постановку вопроса. То есть, как это мы выиграем? Что мы можем выиграть в этой ситуации? Ну, например, мы выиграем, если русские отступят с Украины. Оставив от нее одни развалины? Верно. И что это за победа такая? Думаю, Путин найдет выход. Он может сказать людям, а не поверить, что мы, мол, достигли цели и не дали Западу прибрать Украину к рукам. Это не так уж и здорово. Мы надеялись на другое, но альтернативы еще хуже. Мы никак не сможем победить Владимира Путина, потому что нельзя победить того, кому нельзя сказать «нет». И точка. А мы как раз и не можем сказать Путину «нет», потому что продали душу в обмен на его нефть и газ, причем лишь ради того, чтобы поднять моральный статус в контексте спасения планеты. Мы имеем то, что имеем. Нас ждет шторшнейшая зима, а виной всему наша собственная глупость и нравственная бесцеремонность. Мы же планету спасаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне лично так вообще не кажется. Все иначе. И это самое трагичное. Мы думаем, что столкнулись с экологическим кризисом планетарного масштаба, во что я, кстати, не верю, но если предположить, что так все есть, почему никто не принимает срочных мер, чтобы улучшить ситуацию, а не наоборот? Но в реальности все принимаемые меры только усугубляют экологическую проблему. Разве можно считать это хотя бы отдаленно приемлемым? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...